Рукопашный бой с использованием холодного и огнестрельного оружия стал, пожалуй, самым зрелищным мероприятием этой встречи. Без устали 20 сотрудников отряда особого назначения показывали юным патриотам эпизоды своей ежедневной работы. Бойцы имитировали захват противника, ловко лишая того оружия, а также демонстрировали собственное умение обращаться с ножами, пистолетами и автоматами. Затем ребятам дали возможность не только услышать про боевой арсенал, но и самим прикоснуться к нему. Гранатомёт, антиснайперская винтовка, винторез, пулемёты. Так близко самое, что ни на есть настоящее оружие мальчишки и девчонки видели впервые. Познавательная встреча продолжилась футбольным матчем. И хотя юные патриоты проиграли своим наставникам со счётом 8-1, игра обеим командам доставила огромное удовольствие. А девушки заодно сделали выводы, к чему их сверстники должны стремиться. Такими похожими на мужчин ОМОНа, такими сильными, накачанными, смелыми. После ужина ребят ждал ещё один сюрприз. Фильм о непридуманной жизни тех, кто стоит на рубежах покоя и интересов страны. В его основу легли реальные командировки брянских ОМОНовцев на Северный Кавказ. Будь ОМОНовцев продолжает оставаться служебно-боевым. Это значит, что всё подчинено не комфорту, а исполнению служебных обязанностей. А их у отряда немало. Прежде всего, службы на блокпосту, что закрывает дорогу на Грузию. А ещё боевое прикрытие расследований, выезды на места преступлений, сопровождение колонн, адресные проверки, задержания, засады, разминирование. Найденное и изъятое отрядом оружие можно считать тоннами. После фильма общения вопросов было много. Признак того, что равнодушных не осталось. Ребят интересовали и подробности службы, и то, как стать ОМОНовцем. Что для этого нужно уметь и где учиться. Со своей стороны, милиционеры особого назначения не только исчерпывающе отвечали на все вопросы, но и давали юным патриотам бесценные уроки жизни. Смотрю, многие из вас примеривают уже форму военную. Понимали, что такое дружба, что такое товарищество, чувство локтя и помощь друга. Очень интересно и приятно смотреть было на ребят, которые подтянуты, одеты в форму, интересуются историей страны, интересуются спортом, интересуются. И, в общем-то, вот эта встреча с нашими сотрудниками, она послужила как раз для того, чтобы ребята увидели, кто непосредственно защищает нашу родину. Это мероприятие было первым в истории УВД. Но, блин, вопреки поговорке, оказался некомом. И ребята, и ОМОНовцы уже с нетерпением ждут следующей встречи. Александра Симонкова, Наталья Сегаева, Андрей Гапонов. События. Брянский район.